Всем привет! Сегодня такое быстренькое видео о том, как самозастывайка, это моделирующая масса, которая застывает на воздухе, переживает заморозку. Поскольку температура у нас за окном соответственная, и часто посылочки заказывают в Покоматы, мы решили проверить сами, как же действительно эта глина переносит заморозку. Соответственно, все отрицательные температуры. Для этого мы взяли кусок вот этого премьера, он самый, так сказать, нежно-текстурный из всех самозастываек. И заморозили его. Первый раз мы его заморозили в морозилке при минус 18 буквально часа 2-3, после чего я сделала несколько образцов. Ну, вполне себе глина разморозилась, поддалась лепке. Я не сильно там что-то выдумывала, сделала парочку вот таких вот образчиков. Но после этого я поставила морозиться глину еще на сутки, даже больше. Мне кажется, на полтора суток проверла в морозилке. Но сейчас я поставила это размораживаться, и когда она разморозится, она, если что, в вакуумном пакетике, в зип-локе, закрыта. Это также, по сути, кераметично закрытая оригинальная упаковка. Ну вот, разморозится, и я тогда покажу вам, как она себя ведет после разморозки. Из разморозки вот уже, видно, что начали показываться первые капли конденсата. Но сейчас она вот такая вот замороженная деревянная. Так, вот так выглядит разморозившаяся уже глина у меня в зип-пакетике. Она разморозилась, даже особо конденсата не выделилась. Сейчас я ее достану. Так, вот она у нас. В принципе, абсолютно такая же текстура, как у нее есть и в пачке, не мороженое. Это премьер, напоминаю, очень. Ну, самая мягкая из линейки падика. Самая такая нежная глина. Прекрасно мнется. Сейчас попробую с помощью молдиков сделать. Вот, можно еще видеть, что, в принципе, заглаживается она хорошо. Хорошо. такое безо сердечко сейчас есть еще такой вот старенький молдик у него спихнуть из него правда вставать не очень удобно неудачно я все смело молдики это старая фильмовская форма на раньше была такой но она очень удобно в плане использования потому что она не особо мягкая эластичная вытащить не сгибая форму почти сама глина ведет себя хорошо я не особо-то работаю с кукольными массами но насколько я эту массу сама раньше держала в руках я не чувствую особых изменений водичкой можно все закладить глина мягкая податливая даже слишком мне как любителю запекаемой глины непривычно что она настолько мягкая нос я своей куколки расплющила сейчас вот из этого кусочка еще раскатала парочку пластов но в целом эта глина не является особо прочной у нас есть образцы из немороженной глины тоже тонкие она в принципе при попытках изгиба тонкие пласты они ломаются поэтому тут о прочности что-то трудно сказать потому что просто она не предназначена для того чтобы делать из нее очень тонкие детали и что-нибудь еще крупная вода сгладить еще какие-то элементы я не являюсь мастером по работе с самозаставайка на я предпочитаю запекла могли поэтому масса мне не очень привычные вполне себе достойно себя ведет по нему можно вообще загладить максимум шарик у меня получился все так что в принципе глина про который провела в морозилке при минус 18 градусах в принципе полтора суток попал около пару полутора суток да она вполне себе нормально себя ведет после разморозки и никаких ухудшений и рабочих качеств я не чувствую конечно когда высохнут вот эти образцы я еще попробую как бы пощупать но я думаю что никаких реальных изменений я не замечу вот эта глина сохла он замораживалась примерно три часа после чего я из нее делала образцы по ощущениям вполне себе адекватно вот я раскатывала более тонкие пластинки так они твердого если я буду их ломать они сломаются в принципе приложила некоторые усилия чтобы сломать но напомню что она ломается и если она не заморожена эта глина не гибкая сама по себе поэтому если ломать то у нас ломается ну вот это образцы после трех часов такой глубокой заморозки в морозильной камере так что вот такие результаты опытов по заморозке самозастывайки надеюсь вам будет полезным так ну вот застыли образцы которые делала из сильно замороженного пенвера вот они у меня здесь получаются шарик который я делала вот такой у меня получился высохший личико который я делала из формочки корявенькая но личико и тонко раскатанные пластырь но опять же вот те что раскатаны можно сломать но опять же это прикладываю усилия да и как я уже говорила что премьер ломается даже не замороженный если мы его ломаем но он вполне себе может тонкий не могу сказать что сильно хрупкий после длительной глубокой заморозки такие вот опыты по замораживанию все на застываете